В Хангаласском Улусе на базе Малой Академии Наук состоялась 14-я республиканская командная олимпиада школьников по программированию. Съехались 74 участника из 19 школ Якутии. Репортаж Виолетты Засимовой. Уникальный совместный проект Министерства образования Республики и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова уже не в первый год находит самых лучших и одаренных в сфере программирования школьников по всей республике. За 14 лет в проекте приняло участие более 700 школьников. Идея проведения олимпиады принадлежит кафедре информатики и физико-математического форума «Ленский край» в лице главного тренера сборной команды школьников Республики по информатике Никифора Павлова. Что значит командная олимпиада? В командной олимпиаде участвуют три участника, им предоставляется один компьютер, и они пять часов решают примерно 10-12 задач. Всего в олимпиаде приняло участие 25 команд из Сунтарского, Татинского, Чуропчинского, Усалданского, Нюрбинского, Улусов и города Якутска. Самым юным участником был признан Артем Ильинов из 31-й школы города Якутска. Мне кажется, очень сильные. Из республиканского лицея, из ФТЛ приезжали. Места, наверное, мы все-таки не займем, но поучаствовать все-таки было приятно. Сколько заданий было? 13. В программировании состязались не только школьники, но и учителя. Параллельно прошел командный чемпионат для учителей информатики, в котором вышла победителем команда Нюрбинского технического лицея имени Чусовского. Для учителей проходили по тем же правилам, правилам международных олимпиад студенческих по информатике. Тоже три человека сидят за одним компьютером и решают задачи за ограниченное время. Мы решили пять задач из семи, получается. И что нам помогло в победе, это слаженная работа команды, наверное. В итоге абсолютным победителем Олимпиады школьников по программированию стала команда учащихся Республиканского лицея интерната РЛ-1 в составе Семена Микумянова, Ильи Гуринова и Дмитрия Гаврилева. Виолетта Засимова, Александр Ярков, Анна Касаха, Нигаланский УС.